В этом уроке рассмотрим с вами методы, которые реализуют слайдинг эффект. Эффект сворачивания или разворачивания. По аналогии, это может быть, не знаю, там как рулон обоев, ткани, туалетной бумаги, кому что лучше запоминается. Кстати, ставлю на то, что всем лучше запомнилось про туалетную бумагу. Но не в этом суть. Итак, смысл тот же. Элемент будет либо скрыт, либо отображен, но путем изменения его только высоты. Начнем мы с вами с метода слайдап. Данный элемент свернет каждый из элементов набора, к которым он применен. За время спид, опять же напомню, что может принимать либо три строковых параметра, slow, normal, fast, либо значение в миллисекундах, численное. И по завершении этого процесса вызовет метод function, который может быть передан как второй параметр для каждого элемента из набора. Следующий метод, слайддаун, он развернет каждый из элементов набора. Про параметры говорить уже не буду. Ну и последний метод, слайдтоггл, он у нас развернет или свернет элемент или элементы из набора, для которых вызван, в зависимости от их теперешнего состояния. Если элемент или элементы видимый, то он их или его свернет. Если же наоборот скрытый, то развернет элементы за время спид, после чего опять же вызовет функцию function, которая может быть передана как второй параметр данного метода. Ну что ж, взглянем на код. На этот раз я уже открыл в браузере заранее подготовленный документ. Тут все просто. Снова наш с вами желтый квадрат. Две кнопки. Одна из них запрограммирована с помощью метода слайдап на то, чтобы свернуть этот самый квадрат. Вторая на то, чтобы его развернуть. Мягко говоря, скучновато. Поэтому давайте немного, скажем, развеселим эту с вами картинку. Идем в Dreamweaver, сделаем следующее. Заставим с вами наш с вами этот блок беспрерывно сжиматься и разжиматься. Для этого для объекта window вызовем метод setInterval. В чем суть этого метода? Данный метод будет бесконечно вызывать код, который передан ему как параметр первый. В нашем случае это будет анонимная функция. Код этот будет вызываться через определенный промежуток. Мы зададим этот промежуток в 600 миллисекунд. Вот. Теперь давайте напишем тело этой самой нашей с вами анонимной функции. Применяем селектор для айдишника first. И к полученному элементу применяем метод slideToggle. В качестве параметра скорости передаем ему строковое значение slow. Что теперь будет происходить? То есть наш с вами элементик свернулся. Свернется, если вы уже запомнили, да, раз slow, то опять же за 600 миллисекунд. Как только он свернулся, метод setInterval снова вызовет эту самую анонимную функцию. Он развернется. Только он развернулся, снова опять же будет вызвана эта вот анонимная наша с вами функция. Вот. Поэтому давайте сохраним документик и посмотрим в браузере, что мы тут наколдовали. Обновляем страничку. Наблюдаем, как скачет наш с вами блок. Теперь вас наверняка смущают как минимум две вещи. Первое. Это то, что скачет верхняя граница блока, смотрите, практически на высоту курсора. И также на высоту курсора скачет текст внутри блока. Сейчас я вам покажу и расскажу, что происходит. Смотрите. Смотрим стилевое оформление нашего с вами блока. К нему приделан класс Square. Разворачиваем блок со стилями, смотрим Square. Здесь установлены параметры Margin и Padding. Margin – это внешние отступы от элемента, Padding – внутренние. Вместе с высотой jQuery изменяет также и вот эти самые внешние и внутренние отступы. Для чего? Для достижения наибольшей плавности в исчезновении элемента. Так как если бы эти свойства не изменялись, а элемент обладал этими свойствами весьма значительными, такие как, например, у нас 30 пикселей не так уж и мало. В общем, когда элемент полностью свернут, ему присваивается свойство DisplayNone. Следовательно, все вот эти вот отступы пропадают мгновенно. И если они не изменялись плавно, то получается такой скачок резкий. И элементы, которые выше или ниже его, тоже как бы так мгновенно сдвигаются, что раздражает пользователя. Вот, чтобы избежать таких вот последствий, разработчики jQuery решили изменять вместе с геометрическими параметрами ширины и высоты элемента, также и его вот эти внешние и внутренние отступы.